Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Доброе утро еще раз всем. Продолжаем. Продолжаем. Алена Борисова, Наталья Михайлова в студии. С нами звукорежиссер Евгений Копеин. И в личном утре сегодня Анастасия Варкункова. Профессиональный танцор и хореограф. Преподаватель с большим стажем, опытом как в Латвии, так и за ее пределами. И одна из организаторов международного конкурса хореографов Вест Шоу. Все ли мы правильно по вас сказали? Совершенно верно. Доброе утро. Да, ну вот все это нам предстоит развернуть в течение этого часа. Если есть вопросы у вас к профессиональному хореографу, танцору, преподавателю, пожалуйста, звоните. 6-7-2-12-9-3-9, 6-7-2-13-9-3-9. Ну, слушатели не видят, может быть, у кого-то не открыт видеочат, но мы видим прекрасную Анастасию. И она молода, свежа и хороша. И отсюда я хочу задать вопрос. Откуда столько регалий, такой опыт, да? Если вы еще так молоды, когда вы начали заниматься танцами, как долго вы к этому шли? Танцую я уже как 20 лет. А это со скольки лет? Можно узнать? Сейчас все секреты откроем. Начала я танцевать в 13 лет. Еще можно. Да, еще можно. В 13 лет я начала танцевать. Но это не поздно считается в 13 лет? Нет. Потому что я знаю, что совсем малюточек дают. Вот еще в 3 годика уже дают детей на танцы. Это когда отдают, а когда сами приходят, никогда не поздно. Никогда не рано, не поздно. То есть вас родители не отдавали, да? Да, я сама хотела, и родители просто мне очень помогали. Если говорить о школе, вы чем увлекались? Были какие-то хобби, занятия внеклассные? Мне всегда очень нравилась музыка. Любая музыка абсолютно. Было даже такое, что я занималась совсем недолго игрой на аккордеоне. То есть использовали все возможности, чтобы заниматься музыкой, да. И все, что происходило в школе, это все было мною попробовано. Тяжело было на аккордеоне? Вы знаете, это совсем короткий опыт, но он такой интересный, поэтому я про него рассказываю. Конечно, тяжело. Это было очень необычно. Сам аккордеон просто тяжелый. Конечно, он огромный. Я маленькая девочка, да. Но в основном сидят, вот когда у нас за что-то сдавали, то они все-таки сидели, да? Чаще, чем стоят и держат его инструменты. Да, да, да. Но я совсем недолго на нем проиграла. Это было два, наверное, месяца. Ну, такой интересный опыт. В 13 лет вы начали заниматься танцами, поняли, что это абсолютно ваше, что вы органично в этом, да? И желание отойти от этого, которое от аккордеона, не возникло. На самом деле, танцевала я еще раньше. Танцевала я и эстрадные танцы. Просто в 13 лет я оказалась именно в том течении, где я нахожусь сейчас. Это стиль вы сейчас про какой-то конкретный стиль обозначаетесь? Да, это именно стрит-дэнс направление. Да, я оказалась в нем именно вот в 13 лет. До этого я пробовала, всевозможные другие танцы пробовала. И на балет меня мама отводила. Но там как-то не сложилось. Пробовала. Чего не хватило? Не хватило. Ну, наверное, я была маленького роста. Наверное, все-таки для балета. А наоборот же ценятся маленькие хрупкие девочки. Наверное, все-таки у меня такая не очень на балерину я похожа была. Не подходящая комплекция? Да, скорее всего. Но вы сказали о том, что ваше течение, ваш стиль – это стрит-дэнс. Да. Вот я помню все времена, еще учась в основной школе, наверное, как раз-таки вот стрит-дэнс еще был популярен на улицах. Я помню, как около школы расстилали коврики специальные. Да, да, да. И танцевали. Ну, особенно там в каких-то дворах, да. Сейчас мы абсолютно до этого отошли. То есть вот этот стиль стрит, он ушел с улицы. Потому что появились студии. Раньше не было студии, все занимались на улице. Те, кто тренировались, да. И это как с коммерциализацией, да, вы связываете? Да, совершенно верно. Просто раньше этих студий не было, сейчас они появились. Сейчас очень много направлений танцев стало известно. И это все происходит в танцевальных школах, куда вот родители могут отвезти. Там есть педагоги, которые обучают всевозможным направлениям и готовят на соревнования. То есть сейчас это все есть. Раньше это так широко не было распространено. А, допустим, ну, когда путешествуешь по странам Европы, да, вот в Лондоне, в Германии точно могу сказать, когда проходишь там по основным улицам, можно наблюдать, когда уличные артисты, танцоры в том числе, они исполняют танцы на улице, да. Но у нас в Риге я вот такого еще не встречала ни разу, чтобы, допустим, группа там в составе трех человек, да, просто танцевала под музыку, да. Кришнаиты. Они больше поют, они больше по песням. Можете, вот, может, проанализировать, или почему у нас в Риге такого нету? Мы более зажаты, почему есть это вот на Западе? У нас это все было, только немножко пораньше. Это было, наверное, лет пять назад, десять точно. Ребята танцевали, брейк-дэнс-танцоры около лаймовских часов, там, где Макдональдс находится. Там довольно часто можно было видеть и маленьких деток, и те, кто уже опытные танцоры. Все собирались и танцевали, да, там. А почему этого сейчас, ну, не предоставляет возможность наблюдать? Как вам кажется? Потому что это еще существует в других странах. А, да, то есть мы где-то уже обогнали. Я так думаю. Нет? Наверное, вы знаете, это инициатива самих танцоров. Если они сами собрались, сами пошли, потанцевали, классно. Сейчас они, наверное, просто не собираются. А вы были? Они больше занимаются в студии. У нас в прошлом году проходил праздник «Песни и танцы». Были ли вы на празднике танцев? Нет, к сожалению, не была. Я была за границей. А, вы были за границей. Но можете назвать Латвию танцевальной страной? Конечно. Безусловно. Как вам кажется? Как вы можете... Вы, ну, вот, поскольку мы поняли, что вы имеете опыт и за пределами нашей страны, как хореограф или вы учились? Как хореограф и как преподаватель. Я сама ездила очень много по мастер-классам, всевозможным танцевальным лагерям, обучалась. Есть какая-то существенная разница? Вот в чем наши отличия или в чем наши преимущества? Что у нас... Есть, может быть, какая-то латвийская школа? Да. Можно так говорить? Есть латвийская школа. Разница большая была раньше, когда в Латвии это все не было так широко известно, когда не было настолько много видно материала вот в интернете. То есть ты едешь за границу, когда я начинала танцевать, ты видишь, что там танцуют совсем по-другому, ты вдохновляешься, конечно, потому что танцоры все очень были развиты уже за границей. У нас именно в этом направлении такого не было. Сейчас нельзя сказать, что огромная разница. То есть мы видим все, что происходит во всем мире. Сейчас очень широко все известно. Вообще слушатели у нас с Виталией спрашивают, зачем народ танцует? Зачем еще люди танцуют? Как вам кажется? Танцуют люди? Вы знаете, каждый танцует по своим, наверное, причинам. Переадресуем вам вопрос. Да, очень хороший вопрос. На самом деле он и легкий, и сложный одновременно. Я, например, не представляю свою жизнь без танцев. Мне кажется, я буду танцевать всю жизнь, вне зависимости от того, какое это будет направление. Танцуют, потому что им нравится музыка. Музыка, она помогает во всем, она вдохновляет на всевозможные действия. Кто-то танцует, чтобы стать именно танцором. Кто-то танцует просто хорошо время проводить. Кто-то танцует... Очень много разных причин, но... А вы когда танец? В первую очередь общение, мне кажется, с людьми, потому что это объединяет людей. Когда вы используете танец, вот не в профессиональном смысле, допустим, вот просто захотелось танцевать, вы танцуете. Это хорошее настроение, это стресс, может быть, снятие или еще что-то. И вообще можете ли вы так? Конечно, конечно. В любой ситуации, включая музыку, только от моего состояния зависит, какой стилистики музыку я буду включать. Ну хорошо, дома это понятно. Где еще вы можете танцевать так, чтобы это не было связано вот с работой? В машине, в пробке. Выглядит, наверное, забавно. Это вот так выглядит, да? Это выглядит вот так. И очень часто я поворачиваюсь и вижу, что просто стоит рядом машина, и там все улыбаются. И там люди улыбаются, да. Но это непроизвольно происходит. А в торговых центрах, если играет музыка, на улице, тоже? Бывает такое, конечно. Ты слышишь классный трек, который тебе нравится, ты начинаешь двигаться. Непроизвольно, это тело само. Вы сказали, что вам кажется, что вы будете танцевать всю жизнь. Да. Да, но позволю себе предположить, что век танцовщика, так же, как и век спортсмена, он короткий. Да, ну, там, может быть, в силу каких-то физических обстоятельств, да, то вы не можете выступать, мне кажется, в 45 лет, так как вы выступаете в 25 лет. Совершенно верно. Вот, поэтому не страшно ли вам лично, что в какой-то момент вы поймете, что вы уже на сцене, может быть, не так смотритесь, не все можете себе позволить, да, и, возможно, примете это решение, ну, не уйти, но... И что тогда же. Да, и выступать, может быть, или себя где-то. Вы знаете, у танцора нет возраста. Если ты танцор, ты танцор на всю жизнь. И не обязательно танцору быть на сцене. Существует много социальных танцев, которые танцуются у нас. Это и латиноамериканские танцы, это и сальсово чата, это и аргентинское танго. Всегда можно найти способ, что танцевать, и найти людей своего и возраста, и своего настроения. И это абсолютно... Возраст не помеха. Мы знаем, как делают, например, карьеру, или получают образование, ну, не знаю, инженеры-строители, или компьютерщики, или еще кто-то, да? Как стать профессиональным танцором? Вот ваш путь, скажем, вы начали в 13 лет, так серьезно, да, как вы сказали. Нужно ли заканчивать какие-то учебные заведения профессиональные, или достаточно, может быть, каких-то мастер-классов, курсов? Вот расскажите немножко о том, как вы шли. Для начала, да, да, спасибо. Для начала у нас не было никакого образования, которое можно было закончить, и в моем направлении официально преподавать, быть педагогом, работать в какой-то школе. Такого не было. Совсем с недавних пор появилась аккредитованная программа в Латвии Скульптура с колледжа по муздеяну дея. Современный танец. Да, современный танец. Раньше там был только Лайкматы и Гадея, как contemporary dance. Сейчас есть и современное направление. У нас есть также култура с академией, где тоже можно закончить у Ольги Житлухиной программу. Набор происходит раз в 4 года. По специальности? По специальности. Общего танца или там специализированного? Лайкматы и Гадея, тоже contemporary dance. В моем направлении у нас есть только колледж. Опять же, с недавних пор я одна из первых выпускников этого направления. А вы вот держитесь, как пришли за стрит-танцами, так и продолжаете эту линию держать? То есть вы стрит-дэнс? Ну как? На самом деле это такая тоже очень широкая тема. То, что я танцую, это не только стрит-танцами. Но это хип-хоп. Да, просто я начинала с хип-хоп-танца. Изначально я хип-хоп-танцор. Сейчас я хип-хоп так много не танцую, но тоже считаю себя частью этой культуры, потому что мне это все очень нравится. И также общаюсь с этими людьми, посещаю мероприятия, также являюсь организатором таких вот мероприятий. Но то, что я танцую, это house dance, это не считается стрит-танц направление, на самом деле. Это клубный танец, он пришел к нам из Америки. Он к хип-хопу не имеет никакого отношения, на самом деле. Я танцую house, я танцую afro-house. Afro-house – это направление, которое пришло из Африки, из Анголы. Да, это вот то, что меня очень-очень увлекло последние 4 года, даже 5, наверное. Под соответствующую музыку, да? Конечно, afro-house музыку, да, это вот из Африки к нам пришло. Мне очень нравится dance hall, это танец, который пришел из Ямайки. И это тоже не есть стрит-дэнс направление, то есть это тоже не хип-хоп. Я уже запуталась. Да, на самом деле направлений очень много. Я считаю себя не танцором какого-то определенного стиля, я считаю себя танцором. Вы считаете, что танец может быть вулигарным? Да. Больше да, чем нет, потому что может быть… Все зависит от исполнения, места, где это все происходит, и, конечно же, возрастные ограничения. Все-таки они должны быть. Совершенно верно. Знаете, есть скандальные случаи, когда девочки, старшеклассницы, тем не менее, 10 класс, вот прогремели они на весь интернет, в одной из российских школ, они танцевали тверк. Да, я видела это. Да, 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 вот что вы об этом думаете, как профессионал? Непростные площади недавно тоже. Тоже тверк? Тверк танцевали, да, все очень возмущались. Это может исполняться, но нужно думать, кем и где, то есть в каком это контексте. Так, вот таким образом в школе, на сцене, на мой взгляд, это ни в каком виде не должно было быть, потому что, ну, нельзя. Это школа, это возраст. В школе нет эротики? В школе, на сцене не должно быть, не должно быть, я считаю. Но вы занимаетесь, я так понимаю, вы преподаватель. Да, я тоже педагог. И вы преподаете какой возрастной категории? Вот от до? Вы знаете, я больше сейчас даю мастер-классы, как открытые классы. Да, для всех желающих. И ко мне как-то приходят те, кто уже состоялись как танцоры в своем, допустим, направлении, но хотят познакомиться с теми направлениями, которыми я владею, о которых я знаю, чем я могу поделиться. То есть я могла бы и преподавать, наверное, и деткам, но у меня нет ни детских групп, ни... с детьми я так тесно не связана. Больше нравится, со взрослыми нравится. Да, со взрослыми, которые осознанно приходят именно на то, что я даю. Просто мне интересно, вот должен ли преподаватель, хореограф, доносить мысль до молодых девочек о том, что, может, у них еще нет такой сексуальности, которую они пытаются выпячивать, да, потому что я очень сейчас часто вижу, как подростки, ну, совсем юные девочки, мне кажется, 11-12 лет, это очень юный возраст для того, чтобы танцевать, или как-то стараться это делать, танцевать тверк, вок, да, такие направления, мне кажется, это уже для зрелых танцоров. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Мне кажется, вот преподаватель должен четко вот заложить это в голову своих учеников, нет? Безусловно. Преподаватель, он не только учит танцевать, он учит культуре танца, он образовывает. В первую очередь, преподаватель, он должен быть сам очень умный и очень ответственно, на самом деле, отношусь к преподаванию. Ты целиком и полностью ответственность несешь за то, что ты, чем ты делишься, что ты вкладываешь в следующее поколение, потому что ты действительно за них отвечаешь, за то, что будет происходить здесь. Конечно, каждый это видит через свою призму и будет исполнять это так, как ему хочется, но наше дело, наше, я имею в виду, как преподаватели, те, кто обучают любого возраста танцоров, делиться. Ты должен донести эту информацию. На мой взгляд, конечно же, есть ограничения в возрасте и в том, что ты исполняешь, ты должен думать, как и что. На самом деле, я очень люблю вог-культуру, вогинг. Может быть, слышали, в прошлом году, в октябре месяце, у нас в Латвии произошел первый в Латвии вог-бал. Вог-бал? Вог-бал. Вог-шоу? Нет, 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 нет. Вогинг-культуре, я просто сама очень этим тоже интересуюсь. Я поясню сейчас, слушатели, может, думают, что не дай бог, что мы говорим про сигареты в окно. Но нет, это направление тоже, как я понимаю, холл танца, нет? Нет? Это совсем другая культура, это отдельно. Нет, но это, мне кажется, где больше задействованы руки, да, как раз таки? Там все задействовано, это очень глубокая, зельная культура. Да, но можно ее так тоже охарактеризовать. И что за бал? Вогинг. Вогинг – это культура, которая пришла из Нью-Йорка. Раньше это была такая underground ballroom сцена. Сейчас это как способ самовыражения. То есть сейчас вогинг танцуют во всем мире, все знают, что это такое, что есть категории разные, как происходят эти мероприятия. Танцуют абсолютно разные возраста, как маленькие и девочки в том числе. Ну, просто, опять же, ответственность несет преподаватель, который обучает этих детей, в каких категориях можно участвовать и как себя можно показывать. Очень много в балах есть именно ограничения по возрасту. То есть маленькие, там, до 18 лет просто не могут зарегистрироваться, участвовать, стартовать в этом балу. Что такое бал в вогинге? Соревнование, формат именно мероприятия для танцоров по Вогу называется бал. Это общепринятое во всем мире. Бал всегда имеет тематику. Организатор придумывает, о чем это все будет. И те танцоры, которые регистрируются, участвуют, они готовятся не только танцевать, они готовятся в плане костюма. У каждой категории, это как номинация называется, своя тоже специфика тематики. И это всегда очень красочное, яркое такое мероприятие. Именно интересно посмотреть даже не танцору, как это все происходит. И вот у нас вот в Латвии в прошлом году мы с моей командой Бэш Шоу сделали второй такой интересный проект. Первый раз попробовали сделать вогинг бал. Было очень ярко, очень красиво. И спасибо огромное всем, кто поддержал, и тем специальным гостям, кто приехал. А вы являетесь организатором или жюри, или вы когда-нибудь в такие танцевальные конкурсы? Я организатор. А были ли вы, ну вот входили вы в состав жюри когда-нибудь, приходилось ли вам судить? Да, конечно, я очень много путешествую тоже. И довольно часто бываю частью судейской коллегии всевозможных соревнований за границей и в Латвии. Есть такое мнение, ну, в частности, очень популярное сейчас на телевидении различные шоу, передачи, где мы видим, как известные люди судят молодых танцоров, танцовщиков. И вот не кажется ли вам, что соревнования, особенно конкурсы, они могут губить личность и загонять это творчество в определенные рамки? Это вот, ну, вкусовщина может быть. Ну, не без этого, на самом деле. Потому что у каждого мероприятия, даже не мероприятия, у каждого проекта, особенно на телевидении, есть свой формат. И те, кто изначально сидят в судейской коллегии, они придерживаются уже какого-то формата, то есть у них уже есть, не знаю, можно ли так говорить, но, наверное, как план, можно так сказать. Кто и нужен, да? Да, кто нужен, совершенно верно. Ну да, ну, в принципе, и круто, я об этом говорил тоже. И это всем известно, да, это так и есть, потому что для телевидения формат – это совсем другое. Сейчас мы прервемся ненадолго на новости, но сначала примем звонок, ответим, наверное, уже после. Назевайте наушники, пожалуйста. Пожалуйста, здравствуйте. Кушаем. Доброе утро. Мы вас не слышали. Доброе утро, Александр. Да, слышали. Алло, Александр. Да, здравствуйте. Вы тут прозвучали такие слова, как культура, ответственность, полы, опять же. Как можно представить? Плохо слышно. Говорите. Я его танцем не могу назвать. Отрясание телом. Что именно? Тверк? Конечно. Вы это называете танцем, а вы считаете это танцем? Или все-таки… Да, но рок-н-ролл в свое время-то танцем не считали. А, ну да. Давайте мы эту тему, кстати, да, у меня по поводу тверков тоже там еще есть подвопросы. Через несколько минут буквально продолжим. Ну что, начинаем, вернее, продолжаем. Лучшее утро, Анастасия Веркункова, танцор, хореограф и одна из организаторов международного конкурса хореографа Best Show. Прозвучал звонок в конце нашей первой части, где слушатель сказал, что как можно считать тверк какой-то культурой, искусством, говорить об ответственности, об Аллах. Тверк – танец такой, своеобразный, конечно. Не всем нравится. Вот двум девушкам в этой студии не нравится, одной нравится. Это мне. Я люблю тверк, мне нравится. Может быть, Анастасия… Мне смешно и прикольно. Да, прежде чем ответить на вопрос слушателя, возможно, не все знают, что такое тверк, если можно как-то словами объяснить, пояснить, как это все выглядит, чтобы другие понимали, кто с этим не знаком, а потом уже ответить на вопрос. Тверк – это движение бедрами. Ягодицами. Ягодицами. Вот так точнее. То есть это вот фокус именно на одну вот эту точку. Сейчас он становится очень популярным, можно широко видеть во всех, и в музыкальных клипах, и много танцевальных просто видео в Ютубе есть. Это становится популярным, девчонкам нравится, и очень много кто это исполняет. И мальчишкам нравится. И мальчишкам нравится. Конечно. Девчонкам нравится, и мальчишкам нравится. Участвуют даже танцевальные лагеря, где тренируются, и соревнования. Добрались до главного вопроса, пишет нам Виталий, демонстрация интимных зон. Слушайте, Виталий, вот восточный танец, вы же видели танец живота наверняка. А живота не имеет интимных зон. Любой танец – это демонстрация каких-то зон. Никто не танцует в шубе. Ну, или танцуют. Если это красиво, если это эстетично, почему нет? Танец, он в первую очередь должен быть приятен. Или с идеей, да? Да, или с идеей. Он должен быть красивым. Можно считать искусством культуры и танцем не знаю чем? Давайте немножко, может, чуть-чуть вернемся к этому. Искусством культуры? Так однозначно не скажу. Танцем однозначно да, потому что он исполняется под музыку. Любое движение под музыку – это танец, это движение. Почему нет? Если это красиво выглядит, опять же, почему нет? А если те, кто исполняют это, они соответствующие, очень привлекательно выглядят, так вдвойне приятно. Ну, так, понимаете, вот эти вот критерии привлекательности, они же у каждого свои. Одному нравятся пышненькие, другим нравятся тоненькие, такие хрупенькие. Нет, понимаете, когда вот для меня тверд – это может быть элементом танца, да? Вот одна из связок танцев. Ну, когда я смотрю на протяжении 2-2 минут или полутора минут просто один год. А я не могу оторваться просто. Я не могу. Вот я хочу оторваться. Я думаю, как это вообще происходит? Я не понимаю, это отдельно живет ягодица отдельно, живет и человек. По-моему, сейчас всех заинтересовали. Но это действительно интересно. Люди посмотрят, как минимум. Вы знаете, действительно, все очень зависит от танцора, от хореографа. Кто делает, кто преподает и кто исполняет. Потому что есть такие танцоры, которые это делают очень красиво, очень со своим вкусом. И это выглядит действительно очень-очень круто. Анастасия, вот мы добрались до хореографа. Вот роль хореографа в танце, в чем она? Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не в теме. Хореограф, он тот, кто делает постановку, движение, делает, видит всю картину того, что происходит на сцене заранее. То есть у него уже есть свое видение, и он работает с танцорами. Режиссер, да? Режиссер, там, включается? Режиссер, там, включается. Ну вот я и говорю, именно это танцы, музыки, может быть, даже без музыки, да, получается? Если танец без музыки, танец без музыки. В контемпе очень много и всяких постановок есть, где происходят действия танцевальные без музыки. Это тоже... А сложнее танец без музыки, чем танец с музыкой? Это все очень зависит от внутреннего мира, от хореографа и танцора. Если у него такой большой мир в голове, и он это может все показать, это выглядит потрясающе. Но все равно это какую-то мелодию в голове, да? Да, конечно. Держишь, когда без музыки. А доводилось ли вам встречать или видеть? Просто я видела выступления, видеоролики, да, отдельные, как танцуют глухие люди. Им включают музыку, но они все равно как-то попадают в такт. И как это происходит? Не знаю, может быть, видели ли вы, наблюдали лично? Музыка – это вибрация тоже. Это на уровне ощущений. Даже вот поэтому вы и видели такие вот исполнения, когда ты можешь не слышать музыку, но ты ее чувствуешь. И это тоже, ну, это прекрасно. В общем, потому что, по сути, эти же люди как раз танцуют без музыки. Это накладывает музыкальное сопровождение для нас. И нам кажется, что это смотрится так органично, хотя на самом деле он танцует в абсолютной тишине. Он по-другому просто ее чувствует. Да, в данный момент. По поводу публики, по поводу запросов. Мы, вот, может быть, наше поколение, мне кажется, мы все взрослели на американском шоу «So you think you can dance». Позже на наш рынок, на другие телевизионные телеканалы других стран уже пришли другие танцевальные проекты. Мы сейчас все наблюдаем их, смотрим, мне кажется. Они большой популярностью пользуются. И поэтому мы видим, как выглядит сейчас современный танец, какое шоу из этого можно сделать. И мы стали, ну вот эти передачи, они избаловали публику? Вы видите сегодняшний запрос со стороны зрителя? Сейчас, тоже очень интересный вопрос. Сейчас рынок перенасыщен. Всего очень-очень много. И зрителю, ему даже сложно иногда выбирать, он даже не может понять, что ему нравится из всего этого. Потому что всего много везде. Плюс-минус, где какой-то успешный проект появился, допустим, на сцене, люди видят, что это успешно. И появляется очень много таких вот аналогов. Получается, что все становятся похожими именно в этом направлении. Потом появляется что-то другое. И этого всего просто очень-очень много. Раньше этих проектов так много не было. И поэтому, наверное, и развитие было немножко, ну такое, более стремительное и более креативное, более интересное. Было больше разных танцоров именно по стилистике, может быть, по характеру. Можно было более видеть яркие личности. Сейчас карты, то есть, скопируют, пародируют? Да, конечно, потому что это все видно и по телевидению, и в интернете. А все вот это развитие, оно происходит именно, наверное, в дефиците информации, можно сказать так. Сейчас очень много всего похожего. И проект каждый, у него четко свой есть формат. И все участники этого проекта, они плюс-минус, ну, довольно похожи. Ну вот так, а зритель стал требовательным? Я вам просто поясню, что я имею в виду. Ну, допустим, если раньше номером один в Латвии считалась школа-студии по обучению танцев в Тодесу, у которой тысяча филиалов, и в других странах, и у нас тоже, то мне кажется, сейчас все поменялось. Я была на концерте у Тодеса абсолютно недавно. И в связи с тем, что я очень много разных постановок, исполнений шоу видела и живьем, и следила по телевизору, ну, мягко говоря, меня Тодес не впечатлил. Как у нас сейчас? Поменялось ли это? То есть кто ценится? Я так понимаю, что имя Тодес уже не звучит так часто, как это было раньше. Это не лидирующий образец, ну, это не образец танцев уже сейчас. И тяжелее ли подбирать, делать свою программу с учетом того, что зритель видел все, ну, буквально видел все? Так и есть. Просто раньше не было остальных проектов видно, не с чем было сравнить. Сейчас, когда ты видишь все это, все очень доступно, конечно, зритель становится и очень требовательным ему. Его уже сложно удивить чем-то. Нужно придумывать, нужно изобретать, нужно придумывать, складывать какие-то фьюжн, делать из разных стилей, использовать больше на сцене и атрибутов всевозможных, и эффектов, чтобы действительно... Декорации. Декорации, да. Чтобы удивить, потому что видели действительно все. Да, это вы абсолютно правы. Вы сейчас занимаетесь организацией Best Show. Да. Расскажите, что это за Best Show. И также есть информация, что в суде, в состав судей войдет и Лайма Вайкули. Да, мы очень-очень рады в этом году. Вот нам 5 лет. Best Show – это конкурс, международный конкурс хореографов, который происходит в Риге уже пятый год. Конкурс именно хореографов. Да. Наш конкурс, он очень отличается от всех танцевальных мероприятий, которые происходят вот в ближайшие округи. Организовываем вместе с моими коллегами, замечательными, Вячеслав Хирный и Юлия Хирный, еще у нас очень большая команда, которая работает над этим. Пришла идея 5 лет назад сделать что-то такое яркое, что-то красивое, чтобы то, что мы сами танцуем, потому что и Юлия, и Вячеслав, они тоже танцоры, и мы из стрит-культуры, мы представители стрит-культуры изначально, и раньше занимались организацией тоже мероприятий, но именно того формата, больше связано с хип-хопом, с теми направлениями. Сейчас же нам очень захотелось сделать красивую картинку и для участников, и для зрителей, чтобы те, кто пришли на мероприятие, они в первую очередь увидели вот как на World of Dance, как на So You Think You Can Dance. Серьезно, такая вот идея была. Правильно надо ставить высокие цели. Да, чтобы было красиво, потому что у нас мероприятий танцевальных очень много в Латвии. Это и в домах культуры происходит, и на других сценах, и в спортивных залах. То есть, по сути, для танцоров сейчас очень-очень много таких вот активистей есть, и возможностей, да, и потанцевать, и поучаствовать. Но опять же, если ты как зритель приходишь, ты видишь ту же хореографию, что и в зале, но просто вот на площадке баскетбольной. Ну так, ну как бы то же самое. А если взять ту же хореографию, да поставить на красивую сцену, сделать красивый такой LED-экран сзади с каким-нибудь подсветочкой, сделать освещение, добавить цвета, звука. Плюс костюмы. Костюмы, совершенно верно. Это абсолютно по-другому выглядит. А если из такого мероприятия у танцоров и хореографов еще будет для портфолио смонтированы и видео, и фотографии со сцены, и с пресс-вола, ну приятно. Простите, у вас очень смелое название «Бест-шоу». Вы с такой заявочкой вышли о том, что вы лучшие. Как рождалось это название? Не сомневались ли вы на это? Абсолютно не сомневались. И «Бест-шоу» не... Да, ну как бы мы хотим быть лучшими, конечно, в данный момент мы и есть лучшие здесь. Но почему такое название? Потому что все наши участники борются за звание лучшего шоу на сцене «Бест-шоу». И формат тоже мероприятия, он очень сильно отличается от других танцевальных, потому что обычно существует много разных систем оценок. То есть оценивается отдельно техника, композиция, имидж. Это все суммарно складывается и выводятся результаты по местам. У нас же судейская оценка состоит из одной цифры только. Десятибальная система, и тот, кто сидит в жюри, ему важно оценить, то, что происходит на сцене, только одним баллом. А уже в это он сам вкладывает то, что он вкладывает. Для кого кто-то делает акценты больше именно на техническое исполнение, кому-то больше, чтобы вот общая картина была. То есть те люди, которые сидят у нас в жюри, мы им полностью доверяем. Это значит, что их мнение нам полностью важно. Вот хочу вернуться чуть-чуть к установке самой шоу. Не заслоняет вся эта атрибутика спецэффекты, костюмы, экраны, самого танца. Я приведу пример. Например, если брать, скажем, шоу Филиппа Киркурова. Там уже столько разных спецэффектов, что ты уже самого певца уже как-то его голос не вычленяешь. То есть он поет и хорошо. То есть ты знаешь, как поет Киркуров. Не важно, кто Киркуров. Сейчас в шоу-бизнесе все построено на шоу в целом. И как-то уже вот этот голос, например, не слышишь. Раньше как-то актер, выходил певец на сцену, он выходил в костюме. Кулисы и все. Да, причем неважно, рок это был или даже эстрада. А сейчас нет такого. Как с танцем в этом плане? Чистоту самого танца это все не отвлекает внимания, не заслоняет? Все должно быть со вкусом. Вы знаете, это дело именно хореографа. Мы просто даем возможность хореографу реализовать свои самые такие сумасшедшие, возможно, даже идеи на сцене. А дальше это уже его дело, как он это дело поставит. То есть в первую очередь, конечно же, оценивается хореография. Но поскольку название мероприятия бэш-шоу, должно быть шоу. То есть если вы сделаете просто хореографию, без каких-либо интересных дополнений, но это будет просто хореография, а должно быть шоу, на мой взгляд, не заслоняет, нисколечки не мешают вот эти спецэффекты, если все со вкусом и очень так дозировано. Наушники, надевайте, звонок есть, пожалуйста. Пожалуйста. Доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. У меня, конечно, уважаемая Анастасия, вопрос такой. Но предварительно скажу о том, что я в конце 50-х годов учился в военном училище, еще выше. У нас раз в неделю был урок танцев. Учили приглашать девушку, учили проводить после танца, учили различным танцам. Вот. Таким, как под Испань, под Игрань, полька, я уж не говоря о вальсе, танго, быстрый фокстрот. Вот у меня такой вопросик, уважаемая Анастасия. Что в наше время, в наш замечательный, в кавычках, 21-й век, ушло безвозвратно то представление о нормальных танцах, которые тогда были. У нас, понимаете, было какое-то в танце духотворение, было фантазии любви, были движения, которые, в общем-то, совершенно не противопоказаны, а наоборот, помогали здоровью. Вот ваше мнение, это что безвозвратно, Камова? Или будущее уже ждет так, как есть, трясучки, непонятные движения, никакого танца практически нет. Я вот пригласил недавно женщину на отдыхе, она о вальсе понятия не имела, что такое три четверти такта, она понятия не имеет. Ну, понимаете, а девушка, женщина симпатичная, в общем-то... Но вы научили ее? Раз, два, три. Я попробовал, я попробовал, но, понимаете, совершенно... Вот она вот стоит на месте и коленки выдворяет в стороны, как и вся публика остальная. Бесполезно учить, я это сразу понял. Но приятная женщина, все, больше я ее не приглашал. Спасибо. А может быть, у нее все было бы хорошо, если бы они... Спасибо большое за вопрос. У некоторых тоже, да. У некоторых не всегда получается танец. Она просто чуть-чуть оттанцевала. Ну, или человек стеснялся. Так бывает. Ну, вопрос не к нам, а к нашей гости. Анастасия. Спасибо большое, да, за вопрос. Можно снять наушники, если надо. На мой взгляд, это никуда не пропало. Просто популярность танцу диктует популярность музыки. Вы слушали такую музыку, вы танцевали такие танцы. Сейчас просто немножко другая музыка популярна, и исполняется то, что исполняется под эту музыку. Но если вы посмотрите, какие еще мероприятия происходят, все происходит. У нас очень много происходит социальных, по социальным танцам, именно по парным, и фестивалей, и мероприятий, и мелонги у нас происходят в Риге. Вы из Риги, наверное, да? Из Риги, да? Скорее всего. Да, скорее всего из Риги. У нас много что происходит. Можно просто посмотреть. Если стараешься, цвали вальсы, факс-троты, то сейчас танцуют все бачату. Да. По крайней мере, я вижу. Просто чуть-чуть меняется, конечно. Но тоже парные танцы. Я думаю, что ничего безвозвратно не уходит. Ничего не безвозвратно, конечно. Что-то переходит, перетекают другие формы. Вот где-то вы в каком-то па увидите вальс. Ну, классика, социоклассика у нас проходит... И вернется. Балл каждую осенью. А кто диктует популярность музыки, напоследок спрашивает у нас Виталий. Спасибо вам, Виталий, за активность. Тоже хороший вопрос. Диктует социал-медиа. Диктует социал-медиа. Да, да. И, может быть, последний вопрос задам, да, наше время близится к завершению. Вы говорили о костюмах. Мне всегда было интересно. Вот когда я занимаюсь спортом, я не могу заниматься спортом в обсягивающих джинсах. Или в другой, не подразумевающей это дело одежде. Как танцевать во всех же джинсах? Как танцевать в каких-то рубашках в обтяжку? Ну, это же очень сложно, нет, артисту? На сцене? Одежда, я имею в виду, одежда сдерживает в плане... Не эмоционально сдерживает, а в плане именно движений, да? Не все выполнимо или нет? Конечно, конечно. Одежда может мешать. Никогда нельзя выходить на сцену в том, в чем ты ни разу не репетировал. Ты не можешь сшить костюмы и только вот первый раз их надеть и пробовать делать то, что ты делал в тренировочной одежде в зале. Конечно. Одежда, да, она может как мешать, но так и очень сильно помогать. Вы можете сделать, продумать такие костюмы, в которых ты сможешь выполнять все, что задумано, как и хореографии, и плюс они могут еще дополнять, как быть элементом шоу. Ты, Алена, думаешь, вот джинсы мешают, а вот эти длинные хвосты у платьев не мешают, да, танцевать? Да, они все мешают, я думала, мне мешает все. Тогда почему-то против тверка. Ну что, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое нашей гости. Сегодня у нас была в гостях в личном утре Анастасия Варкункова, профессиональный танцор и хореограф, и одна из организаторов международного конкурса хореограф-пест-шоу. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.